Вот уже в течение пяти лет на Кубани активизирована работа по защите уникальных природных богатств края. За это время площадь ценных земель, которые теперь не подлежат застройке, увеличилась более чем на 170 тысяч гектаров. Однако предстоит сделать еще очень много. Об этом в нашем следующем репортаже. На краевом совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, были обсуждены очень серьезные вопросы, связанные с созданием и сохранением особо охраняемых природных территорий. Их создание – это очень важный шаг, но еще важнее их защитить, в том числе от природных пожаров и от несанкционированной вырубки. Требуется целый комплекс мероприятий, которые должны защитить природное богатство. В Краснодарском крае уже появились 16 новых особо охраняемых природных территорий, но эта работа продолжается. До 2025 года предстоит создать еще такие же территории, как минимум на 25 тысячах гектаров. Их будет не менее 32. И лишь тогда можно быть спокойными за то, что вот это природное богатство, наследие, будут сохранены и переданы последующим поколениям. По предложению Министерства природных ресурсов и согласии с муниципальным образованием, в 24 муниципальных образованиях нужно создать еще 30 опыта местного обращения, общую площадь более 137 гектаров. В части сохранение звездных зон. Ну, здесь мы можем констатировать факты тех зон, которые выявлены, и задачи выполнены на 100%. Еще один этап большой работы по сохранению зеленого каркаса Краснодарского края – закрепление парков, скверов и рекреационных зон в генеральных планах муниципалитетов. Мне важно все, что в банке, на кадастре, в старых парках, и в генеральных планах они были в банках, а в декабре их реакции еще раз хочу. И скверы должны быть скверы и на кадастре, и в генеральных планах, и городские лица, и еще, что связано еще раз хочу, чтобы с местным пребыванием людей, уже в полюбившихся, это должно быть решено еще, почему, где-то, и защищено, и защищено еще в генеральных планах. Местные жители должны быть уверены, что их любимые места отдыха останутся нетронутыми. Краснодарский край – это не только аграрный, но и туристический регион. Все большее значение приобретает в нем организация отдыха, и потому важно сохранить его естественную природу, чтобы наслаждаться ей смогли все жители России, как в настоящем, так и в будущем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».